МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дальше из лучших в администрации прошла торжественная церемония награждения 15 воспитанников учреждения дополнительного образования. Все эти дети стали победителями региональных и всероссийских конкурсов, приняли активное участие в организации различных мероприятий и своим примером показали, каких успехов можно добиться даже в юном возрасте. Также на церемонии наградили финалистов конкурса «Большая перемена». Традиция награждать День науки самых талантливых детей нашего города зародилась в 2008 году. Тогда ребятам из учреждения дополнительного образования давали гранты города. Сейчас им дарят ценные подарки и дипломы. В этом году в списке лучших из лучших ребят из Молодежного центра, Дворца детского творчества, Школы искусств, Центр внешкольной работы, Станции юных натуралистов и Гимназии номер 2. Сферы их творчества разнообразны. Кто-то поет, кто-то танцует, кто-то вышивает и рисует, а кто-то хорошо играет в шашки. Вам спасибо за вашу настойчивость. И вот именно благодаря ей, благодаря тому, что вы не видите границ для своих достижений, на этот момент вы лучшие. И очень приятно, что в моем городе, как глава города, я вижу таких детей, которые просто украшают наш город. Поэтому вам огромное спасибо. Также Алексей Сафонов поблагодарил родителей, которые вкладывают время и силы в воспитание своих детей. Все эти дипломы и награды – это заслуга в том числе мамы и папы. С этим согласна и Юлия Тюлюпа. Малышкой родители привели ее заниматься в студию кадрики детской школы искусств номер 2. Сейчас она учится на отделении дизайна. За плечами Юлии победа в различных региональных и всероссийских конкурсах. Я хочу сказать большое спасибо моим родителям, что они меня привели в дизайн, научили меня любить искусство. Большое спасибо преподавателям, которые научили меня рисовать, придумывать всякие макетки. В этом году церемонию «Лучшие из лучших» совместили с награждением финалистов и победителей конкурса «Большая перемена-2020». Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Благодарственные письма школьникам, их родителям и наставникам вручила министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова. Очень я рада за то, что ребята участвуют в этих конкурсах, потому что на самом деле это испытания. Испытания даже не все взрослые согласятся, потому что вы соревнуетесь, вы пробуете, вы где-то проигрываете, где-то побеждаете, но именно путем таких вот проб и ошибок вы создаете себя. Напомним, в конкурсе «Большая перемена» участвовали пятеро саровских школьников. Трое из них стали победителями. Это Арсений Володько, Виктория Груздева и Екатерина Торпова. Кванториум «Саров» открыл свои двери для участников АйТи Хакатона. На протяжении трех дней они будут генерировать, развивать свои идеи и проектировать решения для улучшения жизни города. Также участники тренируются в решении кейсов индустриальных партнеров Хакатона. Подробности далее. Три дня, 48 команд и 164 участника из 14 регионов страны. 8 февраля в детском технопарке Кванториум «Саров» стартовал межрегиональный АйТи Хакатон. Прильнув к экранам мониторов, ребята раз за разом переписывают код, то и дело прерываясь на обсуждение, чтобы выбрать самый оптимальный вариант. Это уже не учеба, а по-настоящему боевое задание, когда нужно на практике применить все полученные знания. Каждый кейс максимально приближен к действительности. Например, ФМБР России предложила создать чат-бот, который поможет сберечь время и силы в борьбе с COVID-19. Допустим, да, у кого-то COVID, и он пишет адрес в чат. И медикам, чтобы изначально не ехать на Силкино, а потом на Казамазово, а потом в Балыково и обратно на Силкино, им сразу приходят тяжелые, допустим, больные, и район, где они находятся. И потом уже не тяжелые, кого нужно объехать, вот в максимально суженных территориальных пространствах, чтобы им удобно было там чисто по старому району покататься, а не вот туда-сюда бензин наматывать, время терять, в пробках стоять. Кому это нужно? Этим кейсом занимается команда саровских ребят с говорящим для эпохи коронавируса названием «Плюсовики». Их трое. Два человека работают в технопарке, третий на связи в онлайн. Для написания чат-бота используют язык программирования Python, который успели освоить на занятиях в IT-квантуме. Разложив кейс на отдельные составляющие, ребята расставили приоритеты и приступили к делу. Мы примерно поняли, какие задачи он должен выполнять. Сейчас мы сделали наброски, пытаемся воссоединиться все вместе. Дальше будем продолжать работать. Пока мы не знаем, как сделать с помощью программы коротчайший маршрут, и пока не очень понимаем, как нам заставить бота понимать, какие симптомы тяжелые, какие нет. Пока юные инженеры и программисты ищут подступы на пути к своим целям, коридоры детского технопарка искрят от внезапного оживления. Как и обещала, в Куанториум приехала новый министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова. Пообщавшись с ребятами и их наставниками, она поблагодарила всех участников хакатона и призвала не пасовать перед трудностями. Вы создаете тот мир, в котором мы с вами будем жить, и помните, что, конечно, все в ваших руках. Не упускайте возможности участия в таких замечательных мероприятиях, даже если это сложно. А простого бывает в жизни очень мало, честно вам скажу. Чаще всего именно рост и развитие происходит на решении сложных задач. Всем удачи, до новых встреч на различных мероприятиях. Итоги в детском технопарке подведут в среду 10 февраля. Партнеры проекта, кроме уже упомянутого ФМБА, это Global Test, с РФТИ, Гренатом и Умный Саров, отметят лучшие команды дипломами и памятными призами. А пока Куанториум ждет новых ребят. Все подробности и контакты в официальной группе детского технопарка ВКонтакте. Всероссийскую перепись населения перенесут на сентябрь. Ее предварительные итоги подведут в начале 2022 года, сообщили в Росстате. Окончательные данные будут получены в 2023 году. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Юноши и девушки могут получить бесплатное военное образование. Заявки могут подать молодые люди от 16 до 24 лет, независимо от прохождения службы по призыву. Они получат полную поддержку в сборе документов и прохождении медицинской комиссии. Полный перечень доступных учебных заведений опубликован на официальных сайтах Министерства обороны и Росгвардии. Более подробную информацию можно получить по телефону 608-16 или непосредственно в военкомате по адресу улицы Сосина, дом 2, кабинет 106. По желанию саровчан отремонтируют участок улицы Московской. Деньги на эти цели пойдут из областного бюджета. За эту дорогу проголосовали большинство жителей в городских сообществах ВКонтакте и на сайте администрации. Отремонтируют участок от улицы Курчатова до торгового центра Плаза. Работы начнутся летом этого года. Гранты до 500 тысяч рублей смогут получить нижегородские социальные предприниматели в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Деньги можно использовать на пополнение основных средств, рекламу, оформление интеллектуальной собственности, аренду или ремонт нежилого помещения, аренду техники, оплату услуг ЖКХ, электроснабжения и связи. Для получения гранта социальный предприниматель должен будет пройти специализированное обучение. Подробности можно узнать в Центре поддержки предпринимательства. Власти Германии присматриваются к спутнику ВИИ за катастрофой с вакцинами, которая произошла в Евросоюзе, пишет статье для журнала «Спектатор» публицист Константин Экнер. Если европейские регуляторы утвердят российский препарат, он станет четвертой на европейском рынке вакциной после разработок компании Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и Moderna. Также публицист напомнил, что клинические испытания спутника ВИИ подтвердили высокую безопасность препарата и эффективность на уровне 91,6%. Статью на эту тему опубликовали в авторитетном медицинском журнале «Ланцет». В январе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что предложила России содействие в регистрации спутника в Евросоюзе. По ее словам, Германия готова к сотрудничеству, но для применения в Евросоюзе российская вакцина должна получить разрешение Европейского агентства по лекарственным препаратам. При этом один из членов ЕС в Венгрии самостоятельно закупает спутник ВИИ. Такой же подход сейчас обсуждают в Чехии. За последние сутки в мире зафиксировали почти 106,5 тысяч случаев заражения. Прирост за сутки 0,32%. В России еще 15 тысяч 19, в Нижегородской области 457. В Сарове за день заболели 11 человек. 14 февраля в мире отмечают Международный день книгодарения. В честь этого события библиотека имени Маяковского присоединилась к областной благотворительной акции. Библиотекари принимают в дар от горожан художественную, научно-популярную, справочную, детскую литературу в хорошем состоянии. Собранные книги отправятся в общедоступные библиотеки Нижегородской области. До 11 февраля в Нижегородской области проходит акция, призванная помочь пополнить фонды библиотек региона. Одним из пунктов ее проведения в этом году стала библиотека имени Маяковского. Библиотекари принимают от горожан книги разных авторов и жанров. Главное издание должно быть в хорошем состоянии. Хотелось бы, конечно, во-первых, чтобы это были книги в твердой обложке, в твердом переплете, потому что они более долговечные. Хотелось бы, чтобы это были книги новые и книги в хорошем состоянии, потому что, согласитесь, что приятно прийти в библиотеку и взять книгу, которая хорошо издана, хорошо иллюстрирована, в хорошем переплете, с какими-то современными комментариями. Это могут быть не новые книги. Главное, что их должно быть приятно взять в руки. Собрания сочинений, которые бережно хранились в вашей семье в книжном шкафу, примут с радостью. А вот покрытые плесенью издания, привезенные с огорода или с гаража, не возьмут. Будут востребованы произведения классиков и современных авторов, справочники, энциклопедии, школьные пособия, сборники задач и книги по литературоведению. Подаренные за этот промежуток книги, мы будем за все эти книги благодарны. Вот обязательно их очень внимательно отсмотрим и часть книг останется в фонде нашей библиотеки, а часть книг будет отправлена для других библиотек Нижегородской области. Мы отправим еще тоже и списки, то есть тех книг, в которых мы нуждаемся, ну может быть, которые не принесли читатели наши или горожане наши, но которые, возможно, принесут в другие пункты сбора. Тогда, возможно, книги из этого списка отправят Саров, и наши читатели смогут их прочитать. Подробности по акции «Книга Дар» уточняйте по телефону 9-94-08. В рамках первенства Нижегородской области среди юношеских команд хоккейный клуб Саров сыграл 8 матчей, уступив победу только павловской команде. Очередную встречу саровские хоккеисты провели дома с ХК «Темп». Подробнее о матче расскажем в следующем репортаже. С первых минут юные саровчане начали активную атаку на соперников. Воспитанники ХК «Темп» держали оборону, но ее было недостаточно. Борьбу большую часть времени вели на их половине. В первом периоде в ворота Кулебокчан залетело шесть шайб. Одну они успели забросить в ответ. Для саровчан это было лишь разминкой. Во втором и третьем периодах спортсмены набирали обороты. Встречи с «Темпом» у Сарова в этом сезоне уже были, поэтому игрокам хотелось добиться большего результата. Игра была отличная. Было много упражненных моментов. Были ошибки. Можно было сыграть лучше. Когда мы ездили к ним, мы выиграли 5-4. То есть сейчас выиграю лучше. Тут родная площадка. Сегодня на игру приходил мой папа. Поддержка родных и близких с трибун помогла юным саровчанам выиграть со счетом 11-1. По словам тренера соперников, ребята составили хорошую конкуренцию. Играли слаженно. Хочется поздравить команду соперников за игру отличную. Молодцы мальчишки. То есть у нас объективные причины. Трое человек 10-го года, а остальные мальчишки в основном 12-й год. Из-за этого результат физически не успеваем. Пока работаем на перспективу. В турнирной таблице первенства Нижегородской области среди юношеских команд 2010-2011 года спортсмены нашего города занимают вторую строчку. Первую игру второго круга саровчане проведут 19 февраля с флагманом из Навашина. Международный день пиццы отмечают ежегодно 9 февраля. Это простое, на первый взгляд, итальянское национальное блюдо снискало себе уважение и обрело поклонников по всему миру. Где в нашем городе можно побаловать себя разнообразной вкусной пиццей? Расскажем далее. Запеченное тесто, нежный или острый соус, тянущийся сыр и обилие начинки. Пожалуй, нет такого человека, который был бы равнодушен к пицце. Уже несколько веков это блюдо занимает достойное место на столах любителей вкусной еды. А шеф-повара всего мира пытаются подобрать идеальные сочетания вкусов. В сети бургерных фуд-стрит для саровчан готовят пиццу в бруклинском стиле. Бруклинский стиль – это тонкое тесто, высокий борт и начинка может быть совершенно различной. В моем случае это тоже, как у итальянских эмигрантов, продукт переосмысления. Я приехал с одним вариантом пиццы в саров, в процессе работы переосмыслил все, ушел на бруклинское тесто, но с начинками остался все-таки более вариант доставки, который рассчитан на более широкую аудиторию. Секрет идеальной пиццы в хорошем соусе и тесте. Оно в фуд-стрите вызревает более суток. В пиццу можно положить все, что угодно – морепродукты, различные виды мяса, овощи, фрукты и даже варенье. Шеф-повар Дмитрий Балябин не раз экспериментировал с сочетаниями, но пришел к выводу, что классические варианты – самые удачные. Самая популярная, это та, с которой я пришел, пицца называется мясная. Но опять же, если не брать модную тему вегетарианства, кто не любит мясо? У нас в ней и колбаса пепперони, ветчина, бекон. Ну как бы, а что еще нужно? Фуд-стрит всегда стараются удивлять клиентов новыми позициями в меню. Через неделю появится еще несколько вариантов пиццы. Также действует постоянная акция. При заказе двух пицциного размера третью мы дарим в подарок. То есть, насколько это интересно, насколько это выгодно, это 33% скидка. Кроме пиццы, в авторском меню можно найти бургеры, роллы, вок, десерты и напитки. Для большой компании или романтического вечера, для просмотра фильма или быстрого перекуса можно купить вкусную и качественную еду по любому случаю. Звоните и заказывайте. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.